всем привет весна теплое время года все водоем практически все кстати растаяли есть еще на некоторых подъемах тоненькая корочка но и и скоро не будет и сейчас вы знаете очень становится активной именно мирная рыба я приехал на один такой небольшой водоемчик скажем так это канал заводь куда заходит вода из реки дон соответственно и вся та рыбка которая водится у нас в реке ну и я сегодня буду пробовать ловить на мормышинг мирную рыбку здесь есть карасик это самая главная моя цель которую я хочу поймать именно в таком стиле морма так что вперед друзья спиннинг который я сегодня с собой взял это самый деликатный спиннинг для ловли на мормышинг это спиннинг от компании сезон рыбалки black эдер на на новиночка 23 года длина 1 и 68 тест от 0 3 до 0 8 грамм именно для мормышинга но я ловил и с касанием дна конечно же и на мормышинг в толще воды отлично им ловить он неплохо кидает но это самый-самый деликатный спиннинг вообще в принципе у них в линеечке и у меня соответственно тоже на нем у меня установлена катушка это ребби спирита ldx размер 800 и хорошая катушка она мне очень нравится как она работает именно с намоткой тонких эстеров в данном случае единственное что немножко надо доработать вот по краям она не доматывает ручками домотать чтобы все эстетически красиво и не более и потом уже мотать самой катушкой на катушке эстер варивас 025 по японии тонкий очень хороший такой не сильно растяжимый как допустим монолеска и не такой жесткий как флюрокарбон вот что-то среднее не как раз таки для мормышинга для нано джига для таких легких весов я считаю необходимо применять оптимально применять именно эстер а не плетенку которая будет жестковато скажем так и начинаю я с такой маленькой маленькой мормышечки которые мне тут на колечке оснащена 0 3 грамма по моему ну а приманку сейчас тоже подберем мормышка маленькая крючок небольшой соответственно и приманочка нужно небольшая вот кстати как раз таки подловлю именно в стиле морма очень хорошо подходят такие приманки как white bait и очень даже неплохо что них таких наборах у сев имеется и белый и машинное масло ну классика такие цвета вот я считаю оптимально чтобы не было много именно одного цвета все таки это ловли на морма здесь не такой расход приманок как мне кажется кстати а вот достал из пачечки приманку аккуратно только надо это сделать так как уж выберем выберем наверное машинная масса такой хороший рабочий цвет очень рабочий ну правда я имею ввиду по хищнику я в мормане оселён именно по цветам но давайте попробуем именно с неё хочу обратить еще ваше внимание на аттрактан который я выбрал это анис кто ловит карася и сазана прекрасно понимает что анис очень неплохо работает именно по этой мирной рыбе очень у меня деликатная мормышка и приманочка непривычно конечно такими ловите работать но надо что-то делать привыкать ведь сегодня я буду ловить непосредственно на мормышка и очень даже неплохо и крючок открыт я думаю рыбка засечется и хвостик играет ну поехали на серединку водоема на там посмотрим будем пробовать как со дна потому что карась придонная рыба так и в толще воды а кто поймается тот поймается вы знаете с 0 3 грамма мне как-то пока тяжелом я оснастил такую сборную скажем так мормышку это грузик вольфорамовый 0 5 грамм и крючочки которые мне кстати прислали из золотой рыбки как в подарок вот чем хорош магазин покупайте у них снасти спиннинги они вам еще и подарки мелочь но все-таки приятно так вот 0 5 грамм с таким большим крючочком а приманочка та же самая white бейтик мне 0 5 и проще забросить проще контролировать я пока еще в морма не такой уж прям рыбак рыбак скажем так я учусь я постоянно учусь скажем так и поэтому мне с таким весом будет немножко комфортнее немножко ну скажем так легче понять этот стиль ловли поэтому не ругайтесь я понимаю что если ловишь именно мирную рыбу то по хорошему надо использовать самые самые легкие мормышки и деликатные приманочки но мне так легче поймите тоже я думаю и на 0 5 грамм мормышку какой-нибудь карасик сумасшедшие он обязательно но он скушает эту приманочку я почему-то верю именно в нее она такая маленькая компактная и вы сами прекрасно знаете что ловят такие формы очень даже неплохо есть ах ой 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 кто это кто это фрикцион конечно же расслаблен потому что очень тоненький эстер рыбка смотрите как загибает работает blackheader конечно это палочка очень мягкий и она будет загибаться прямо от вот от катушки и вы знаете это судак что он тут делает я не знаю вам сейчас не видом в берег уткнулся но это небольшой судачок вон он взял мормышку я как бы немножко в шоке с этого на самом деле у меня есть подсачек для таких случаях сразу скажу подсачек это из декатлона я его покупал очень давно сейчас таких я нигде не видел и я не знаю конечно как я буду умещать такую рыбу именно в подсак но как видите у меня это получилось вот посмотрите за самый-самый краешек мормышка крючок его засекли как бы все хорошо и вот такой красавец небольшой да но я же вовлю на мормышинг и вы представляете какую как бы тяжесть оказывал при сопротивлении при выматывании то есть рыбка очень даже хорошая и на сверх деликатный спиннинг это одно удовольствие класс распечатался конечно же такого красавца надо отпустить поэтому он дружок расти если честно ну такого елова конечно же не ожидал я думал карасики будут может там тарань она сейчас ловится по чуть-чуть окуни те же самые да но чтобы судачок небольшой ух так кто это рыбка сопротивляется ай-яй-яй-яй-яй сошла ну да ладно но есть она значит будем ловить ну тоже хорошо раз рыбка найдена будет потихонечку ловиться и наверное разнообразная почему я еще оснастил 0 5 грамм дальше заброс и поклевки кстати вот все пыли именно с дальнего расстояния с максимального выброса скажем так я только чуть-чуть поигрывал и тут же была поклевка на 0 3 мормышка то что было вблизи берега ну как бы поклевок я не видел вот 0 5 летит хорошо и по работе в принципе неплохо это необходимости скажем так не нужно ловить именно по каким-то правилам во всех условиях применять только легкие мормышки нет надо подстраиваться под условия ловли тогда вы всегда будете словом я всегда так говорю что необходимо на рыбалке именно подстраиваться под условия если условия диктует что вам нужно немножко тяжелее утяжеляйтесь если легче облегчайте грузик и соответственно по приманкам поэтому нет никаких правил есть полностью ваши эксперименты есть рыбка смотрите как сгибает кого-то поймал кто-то такой резкий очень резвый сейчас посмотрим что за рыба конечно тут неудобно понимать даже в подсачек должен быть очень такой большой у это классная рыбка это очень классная рыбка друзья краш-тест спиннингу это рыбка тарань на рыбка за которой в принципе я и нацелен также был кроме карасика еще и тарань очень классная рыба и бойкая и скушал white bait конечно мне так интересно говорить что мирная рыбка скушала силиконовую приманку white бейт для меня это необычно для вас конечно же кто ловит именно на мормышинг это обычное дело для меня нет потихонечку вникает привыкаю такую тоже отпустим еще одна рыбка недалеко от берега это кто а это клыкасты небольшой клыкасты смотрите ой как же ты скушал мормышку то сейчас надо постараться безопасно для тебя и и извлечь все мормышка извлечена давай клыкасты расти станешь с большим тогда ловись перехожу с места на место пробую ловлю клев стихает перехожу на другое место опять ловлю клев стихает перехожу на предыдущие места рабочие в общем таким образом и поступают а там чуть-чуть поймаешь что здесь чуть-чуть что касаемо проводок ловишь в стиле на на джиг с касанием дна улица в большей степени хищник если в толще воды то и мирная подключается вот пробую экспериментирую по-разному перехожу от места к месту и пробую проваливаю немножко утяжелился поставил более тяжелую мормышку чтобы прям по тот берег бросать хотя это опасно чревато зацепами но и это сработало кстати какая-то рыбка сидит до елки-палки что такое снова судачок вот что-то тут делаешь иди-ка суда дружок этот конечно маленький такой слишком слишком какой-то активный и мормышка освободилась очень даже хорошо бросил именно туда под тот берег и провожу такой активной проводкой два оборота с небольшой паузой и поигрыванием удилищем не вот как раз таки на паузе он как-то и ударил но это судачок тут понятное дело небольшой конечно но видимо их тут в достатке за мальком заходят мирную рыбку кушать стерегут ну и соответственно нам мормышинг тоже поваливаются проводку делаю как и с касанием дна пару оборотов с поигрыванием удилищем так и по равномерной кручу равномерно катушкой и задаю какой-то там темп игру приманки поигрывая постукивая пальцем по банку банк кстати очень даже хорошо все это передает в зависимости от удара там амплитуда меняется но банк все хорошо передает именно на мормышку вот она еще красавица какая-то или красавец я даже не знаю такие амплитудные кстати движение у рыбы либо судак либо карась как делать только они ухты ж рыбка то хорошая прям очень хорошие досмотреть ухты какая рыбина в крупная карась как я и сказал это друзья карасик он дорогой хороший карась вы знаете вот его я хотел поймать прям очень очень за самый-самый краешек губы такой карасик вайт бейта скушал вот хорошего за ним я ехал вот вот его очень приятно ловить на равномерной проводке с поигрыванием причем с постоянным поигрыванием удилища взялся тоже похож на карася нет это судак это небольшой судак который и сошел кто-то клюнул именно с ударом а с ударом у нас ловится только окунь или судак карась с ударом по моему не умеет еще ловиться и очень так сильно загибает гадюку где-то там он прям под берегом очень неудобно конечно место но приходится ловить там где ловится да это это большая рыба и зовут ее судак друзья это хорошего размера судачок на на джиг ловит вот таких вот судачков причем судачки как видите очень даже аппетитные вот посмотрите какой красавец такого на микроджиг приятно ловить уже ну хороший размер такой да вот а тут на мормышинг вот такой вот красавец который скушал мормышку видимо очень как-то глубоко он ее скушал да да вся там но понятное дело это пасть большая приманочка маленькая приманка вся вот там вот мормышечка вся там да рыбка конечно рыбка конечно классная кто это тут только бы не судачки не хочу судачков ловить я хочу ловить хороших карасиков а это судачок да что ж такое краш тест снова небольшой судачок их тут вот таких вот видимо в достатке но судак сам по себе просто так ходить не будет он по-любому охотится за какой-то мирной рыбой которая здесь есть но пока именно в этом месте попадается редко надо немножко переместиться в другое место где талань ловилась вот там наверное будет поинтересней так как стиле на на джиг но на тяжелую мормышку ловится только с 1 я решил облегчить саму мормышечку 0 4 грамма и поменять вайт бейтик на такой на прозрачный посмотрим как сработает именно такая расцветка машина масса работает надо проверить и вот это может быть она как-то больше будет привлекать внимание мирной рыбы все красота какая такая миниатюрная приманочка целом по месяца любой рыбы ветерочек тоже то есть то нет поэтому и утяжеляюсь и облегчаю вес мормышки но сейчас специально именно облегчил вес поменял приманочку чтобы половить именно в толще воды без касания дна тут тарань влетела вот я и хочу ее половить будет карасик будет хорошо в общем пробы снова под берегом взялся судачок да что ж такое сколько его тут вот он пытается уйти прям под берегом ну вот чем хорош стр и мягкий спиннинг даже тоненький стр вот настолько тоненький стр расслабленная катушка по фрикциону да видите срабатывает но и мягкий спиннинг все это гасит рывки даже относительно крупной рыбы и вы сможете вывести такую рыбу вот он красавец мормышечка white baitic прозрачный и вот такой симпатичный судачок давай дружочек расти позови лучше карасей и тараней вел толще воды под берегом кто-то подсел причем такой хороший хоть бы не судак но не хочу я уже судаков я все-таки за мирной рыбой пришел да это а это мирная рыба а это мирная рыба кстати да и очень такая неплохая мирная рыба сильная мирная рыба ай заплавник это был пеленгас который засекся за плавничок именно такую мормышечку небольшую проходил мимо смотрю всплеск думаю ну надо попробовать местечко такое интересное обязательно надо попробовать тем более рыбка выдала себя значит она тут есть крутится на дальше уже все навыки на то чтобы ее соблазнить на поклевку прибегаю к хитрости мормышка два парыша белый красный будем пробовать уговаривать тарань потому что ну никак она не хочет ловиться именно на силиконовой приманки а живые она всегда кушает и попробуем половить в толще воды вот она родная первая тарань с подсадкой опарыша да посмотрим тяжеленько рыбка может даже не тарань слишком тяжеленькая потому что не тарань не везет мне сегодня стороне даже вот в толще воды даже с касанием наводится вот такие вот рыбы небольшой судачок зачем ты вот тут нужен дружок отдай мормышку все едины свободу есть вот кто хоть бы тарань то елки-палки это было не тарань это был судачок прямо под берегом взялся и вы знаете это первый окунь за сегодня посмотрите первый я даже не знаю я начал удивляться почему нет окуня ну вот он меня и порадовал такой какой-то конопат и весь иди давай дружок вот такая вышла сегодня рыбалочка на мормышинг половил разнорыбец он и мирная рыбка немножко и хищник в основном судачок отличная весенняя погода и отличная весенняя рыбалочка друзья всем под нас видео то как обычно лайк подписка колокольчик до новых встреч на новых рыбалках